Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин принял участие в заседании штаба по вопросам отопления в Химках. Вместе с главой Дмитрием Волошиным они проанализировали адреса, по которым специалисты ТСК Мосэнерго и управляющих компаний ведут работы. Я хочу понять, где мы сейчас находимся по жалобам за вчера, какие мы меропринимаем, людям уточнять сроки и раскрывать ключи. Для стабилизации теплоснабжения в Химках задействована специальная техника – порядка 40 единиц. Также сотни сотрудников управляющих компаний занимаются развоздушиванием систем в домах. Что мы сейчас делаем с этими адресами? С этими адресами, первое, мы каждый сейчас берем и разбираем, в чем причина, выясняем. Так, где за воздушкой мы отправляем туда слесарей, так, где ТСК, значит, мы проверяем, что мы там сегодня вышли. Идет настраивание системы и информирование у нас начальники всех теруправлений здесь. Соответственно, мы людей всех информируем. Масштабные работы проведены по адресам, на которых наблюдались сложности в прошлом году. Например, на улице Марии Рубцовой в Новых Химках. Там специалисты ТСК поменяли оборудование на центральном тепловом пункте, установили новые теплообменники, насосы и заменили запорную арматуру. После того раза у нас все хорошо. На самом деле батарея теплая, можете потрогать, убедиться. Во всей квартире тепло, вода есть и горячая, и холодная. Меня все устраивает, у нас действительно все хорошо. Спасибо, что починили. Также изменения коснулись и жителей домов на улице Зеленой микрорайона Левобережный, где провели комплексную работу на разводящих сетях, установили байпас. Работы там еще продолжаются. В сравнении с прошлым годом заметно поменялась ситуация и для жителей Сходни. Я пойду батарею подругам. Батареи горяченные вообще стали. А то были ледяные, да, помните, в том году? Да, да. Ну отлично. И горячая вода, напор нормальный, да? Да, сейчас хорошо. Отопительный сезон в Химках стартовал 1 октября. В округе запустили все 57 котельных и 114 центральных тепловых пунктов. Поэтапно подключили к отоплению объекты социальной инфраструктуры и почти полторы тысячи домов. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.